Все это смерть, этим нельзя заниматься. Вы лучше пойдите в церковь, ходите в церковь, читайте Святую Библию и прочее. Ну ладно, вас не видно, я пойду дальше. Слава Иисусу Христу! Возможно. Возможно. Верующие? Мы верующие, зашли сюда людям рассказать о Боге, о том, что можно оставить эту блудную жизнь и обратиться к Богу и стать свято жить. Я крестик потерял. Ну, и веры вы потеряли, и крестик потеряли, все у вас потеряно в этом. Вот для этого мы и встретились, возможно. Возможно. Чтобы вам что-то я мог дать, рассказать о Боге. Давайте проведите меня к утюме истинам. Да нет, исповеди это к священнику. Но вы знаете, да, что Господь послал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. То есть мы все согрешили в жизни, все до одного. Я и первый Адам согрешил. И так Господь изрек еще изначально, что всякий человек, который согрешит, умрет смертью. Ну, то есть за грех воздаяние, за грех смерть, возмездие. Обязательно этот закон никуда не уходит. То есть если я хоть раз согрешил в жизни, то мне светит смерть и телесная, и духовная, то есть гена огненная. И 2000 лет назад Господь послал Сына Своего Единородного, который взял наши грехи на себя и умер на кресте. То есть Он взял наш грех. И нам надо в это поверить. Если мы в это поверим, то Он, покаемся перед Ним, то Он имеет власть прочтить на нас этот грех. И мы можем получить Царствие Божие уже после смерти вечные обители. Не в ад пойти, а с Богом пребывать. И здесь уже быть святым. Потому что делающий грех есть раб греха. Написано так. И действительно, если делать какой-то грех, то уже от него не отстать. Он просто тянет и тянет за собой. Но может только Иисус Христос сам его освободить. То есть если обратиться к нему в покаяние, он может освободить от греха, и больше его не вспомните никогда. И простить его. И вот мы людям сюда зашли сказать об этом. Потому что тут делаются всякие... Вы одеты сидите, а половина раздетые. Рукоблудят и прочим занимаются. То есть их ждет за этого Гиена Огненная. Страшный суд. Вот так. У нас огромные ресурсы в интернете. Хорошо. Вы можете зайти... Чем рай хуже ада, лучше. Что, что? Чем рай лучше ада. Написано. На сердце человеку не входило. Глазом не видел, ухом не слышал. Что уготовил Бог любящим его. То есть невозможно представить, что в раю какое-то такое, что на человеку, на сердце это даже не может взойти. То есть мы не можем даже это представить. А ад, касательно ада, написано. Плач и скрежет зубов. Бесконечное мучение. С дьяволом вместе. Дьявол там будет мучиться. Там озеро огненное. То есть в ад кто-то смог попасть в окна, а в рай нет. Не понял. Откуда вот знают, что в аду только скрежет зубов? Это Господь изрек вот в этой книге, в Святой Библии. То есть это непререкаемый авторитет. Он сказал, там будет плач и скрежет зубов. То есть если здесь мы плачем, оно здесь заканчивается? То есть если у нас скорбь, то там это никогда не заканчивается. Вот в этом весь вопрос. Надо туда не попасть, дорогой человек. Мы сюда и зашли, чтобы люди не шли туда. Это уже здесь мучение. Человек, если грешит, он уже здесь мучается. Ему хочется выпить, хочется курить, чтобы вот это ощущение вот этого адского огня, его как-то задушить, заглушить немножко. Но это все временно. Блудит и прочими делами занимается. Блуд, матершина. Это все дыхание ада уже дышит в спину. Значит умрем все с родами. Ну а Господь говорит, зачем вам умирать? Изберите жизнь. Почему же мы тогда не вечно живем, а? А мы, нас Бог создал вечно, потому что согрешили. Почему нас плохо? Ну а тут в ящик и зарывают венку. Ставят над тобой надгробие. Все типа так и должно. Сейчас я верну. Я снова здесь. Я просто на работе. Мне надо иногда выходить. Машину встречать. Потому что тело, оно тленное. То есть, когда человек согрешил, тело стало подвержено смерти. То есть, оно умирает, мы все умираем. Но Господь говорит, что кто в него уверует, те на всеобщем воскрешении. То есть, будет в конце всего века, то есть, в конце истории человечества будет всеобщее воскрешение. Господь всех воскресит в телах. И будет суд страшный. И вот, именно после этого страшного суда пойдут люди в телах. Одни в гиену огненную, а другие в Царствие Божие. То есть, мы пойдем в телах, вот в этих самых, которых вы сейчас находитесь. Воскресение из мертвых будет. Я готов идти к вам. Вы не говорите так, потому что к аду никто не готов. Это невероятное мучение. Невероятное. Они, нельзя их описать. Но представляете, вот вы болеете тяжелой болезнью. Боль. Сто лет, да? Но оно закончится сто лет. Тысячи лет. Ну, тысячи лет закончится. А бесконечность не закончится. Адам же ведь правит ангел. Люцифер ангел. Адам правит бог. Бог правит Адам. Везде ещет по вере. Люцифер. Он, 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 он будет ввержен, ввержен гиену огненную. То есть, в ад будет ввержен. И он знает это. И он будет в таком же мучении пребываться, как и люди. Только еще большим. Потому что он родоначальник зла. Он начал это все. С него все началось. И им все закончится. Он ангел? Он ангел? Он был... Да, он ангел падший. Ну, падший, не падший, это не важно. Но он ангел. Крылья его не покинули. Он был один из высших ангелов, один из высших прибоги. Херувим осеняющий, написано. Но пал, возгордился и пал. Его на землю, был сброшен на землю. И теперь он огромный бес просто. Ну, то есть, падший ангел, демон, демон, зло, демон зла. И он знает, что ему немного осталось. Он просто не любил людей. За что можно любить людей? Вот я не вижу, за что можно любить этому всю населенную. Он просто пошел против отца и сказал, что люди это... Он пал раньше, раньше, чем человек еще был создан. Дьявол пал. Еще человека не было, он уже пал. А потом соблазнил, по зависти написано. Человека. Знаете, в ютубе есть ролик, вообще отличный просто. Называется интервью с дьяволом. Там прям дьявол сидит, и ему вопросы задают. Ну, там какой-то актер. Но вы наберите, наберите, вы увидите, и здесь там все правильно. То есть, все по Библии написано. Вот как по Библии, и он прям все правильно отвечает. И он говорит, что я был там такой-то политический деятель. Но потом все пошло не так, меня сбросили. Ну, то есть, и он говорит, и он спрашивает, а сколько вас здесь? Он говорит, вы даже не можете представить, сколько нас здесь. То есть, те, кто ему подчиняются. Бесов всяких. Посмотрите, называется интервью с дьяволом. Наберите. Сколько сатанистов в мире. Сколько любят это все. Жарко приношение. Ну, они будут отвечать, они вместе с ним и будут. Вы знаете, что, Господь-то пришел, что он рассказал? Он говорит, что дьявол осужден. Он уже осужден. Не надо с ним быть. Его Бог уже осудил на суд. Все. Он будет в гиене огненной. И сейчас те, кто к нему присягают, те с ним будут вместе. Те, кто делает какой-либо грех. Вы курите, материтесь, вы уже с ним будете вместе. Если не покаетесь, конечно же. Посмотрите, сериал Люцифер. Уважаемый. Еще раз. Сериал Люцифер, посмотрите. Вот видите, вот как там изображают Люцифера. Так все будет. Ну, изображают. Ладно, я вам просто говорю, что Господь нам сказал. Он говорит, что дьявол осужден. Мы не должны им прельщаться больше. Он осужден, все. Ну, хорошо, я вас осужден. Мы не прельщайтесь им. Нечего там ловить. Я не переключаюсь. Нет, я имею в виду, не прельщайтесь им. Потому что он представляет, прельщает многих людей. Для кого-то он привлекательный. Кому-то он славу дает, кому-то деньги. Кому-то там положение какое-то. Чтоб только человек ему служил. Вам не обязательно даже верить в него, чтобы ему служить. Это не обязательно. Достаточно просто какой-нибудь грех делать. Один. И уже вы его. Все. Вы ему подчинены. Если вы материтесь, допустим... Я вармить тьму, да? А? Если я грешу, значит я уже автоматически вармить тьму. Если вы... Конечно. И он признан. Потому что с Богом невозможен человек. Написано, рожденный от Бога не грешит. То есть вам надо родиться, вам надо покаяться, принять Иисуса Христа как своего личного спасителя. И тогда Господь освободит вас от этого рабства, греху и дьяволу. Ну меня не спасал, что Иисуса. Тогда вы когда... Я даже не уверен, что это все... Так он спас всех, те, кто до него были и после. У него искупительная жертва такая большая сила. Имеется в виду. На всех людей распространяется те, кто примет его. А кто не примет, ну у них не захотят и все, пойдут с дьяволом. Ну я вам сказал, заходите на наши ресурсы большие. Во свете Библии. 43 миллиона просмотров у нас там. Это хорошо. Заходите, вы там все увидите, как верующие живут. Как они молятся в Богу. Как правильно веровать. Как спасти душу свою. Вы все увидите в этих ресурсах. Дорогой человек, не погибайте. Вам это не надо. А вы... Мы встретились как бы не просто так. Бог послал, что вы культурный. Не матерились, ничего. Это редко такое. Редко такое. Заходите, называется Во свете Библии. В ютубе, Во свете Библии. Запишите себе. Вы там все найдете. Ответы на все вопросы. Хорошо. Может у вас какие-то вопросы еще есть? Нет, нет вообще. Вы главное не отчаивайтесь. Обратитесь к Господу Иисусу Христу, если вам надо. Если вам важно спасение вашей души. Но никогда отчаиваться не надо. Надо к Богу обращаться. Он вытаскивает из любого греха. Из любого. Это я из своего опыта знаю. Я был бывший грешник. Меня Господь вытащил. Я как будто был не со мной. То, что творилось когда-то. Я вам передаю свой опыт. Я и в армии служил более пяти лет. Ну, не более. Не доходя пяти лет. Это же и воевал и прочее. Это хорошо. Воевать плохо. Воевать грех большой, конечно. Все, тогда до свидания. Благослови Бог. Заходите. Во свете Библии называется. Ютуб. Во свете Библии. Давайте. С Богом. Слава Иисусу Христу. 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 Во. Котенок. У меня пять дома таких. Поменьше только.